Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем разговаривать о мозге. Сегодня мы будем разговаривать о ваших гормонах. Мы поговорим о том, как ваши гормоны и ваш мозг может вызывать, допустим, психосоматические расстройства. Любые другие расстройства личности тоже туда входят. И вообще я раскрою вам механизм эмоциональной сферы. Мы погрузимся, то обсудим волшебство, которое происходит внутри мозга, когда зарождается любовь, чувство тревоги, неважно. То есть весь этот набор чувств многогранный, который способен ощущать человек, мы с вами этот набор чувств обсудим и поймем, как он рождается. Заваривайте чаек, стругайте огурчики, ну а мы начинаем. Сам по себе термин психосоматика, термин, который рассказывает о том, как ваши мысли влияют на ваше здоровье. В нашу голову в течение дня могут приходить разные мысли. Это может быть страх, обида, любовь кому-либо, может быть злость на кого-либо. Все одно. Главное здесь понимать, что любая мысль считывается таламусом. Таламус является частью больших полушарий переднего мозга. Таламус же называют вратами сознания. Он осуществляет первичную переработку всей информации. С формированием примитивных ощущений. У него стекаются образы, вкусы, звуки. Но сейчас нас интересует не это, а то, что у таламуса есть подчиненный гипоталамус. Он является неким большим боссом гормональной системы. На стыке работы этих крутых парней в мозге происходит, на мой взгляд, величайшее волшебство. Дело в том, что таламус – это некий электрический мир. А вот гипоталамус – мир химии. И можно сказать, что на стыке работы таламуса и гипоталамуса происходит превращение мира электрического, в каком-то смысле еще не доматериального, в мир материальный. Потому что дальше – это мир веществ, гормонов, ну и гормональных, так называемых, сигналов. То есть, говоря еще проще, в каком-то философском смысле происходит материализация мысли. Однако у нашего волшебника гипоталамуса есть свои подчиненные. Это гипофиз. Если, так скажем, гипофиз почувствует страх, он заставит вас искать причину этого страха. Его задача – как бы вовремя перестроить работу организма так, чтобы вы максимально продуктивно могли обнаружить поломку в этом организме сами. Или, может быть, если это окружающая агрессивная среда, максимально быстро там убежать. Да, там, когда вот в случае с адреналинами, с этими реакциями возникают всякие такие события. Ну, то есть, типа, помните, как «бей или беги, страшная неведомая хрень, и я убегаю». Вот, в общем, такая вот у него функция. Ну, давайте теперь разберем пример конкретный, кем он заведует. Он заведует надпочечниками, в виде АКТГ, посылает им сигналы. Он заведует, допустим, яичниками ЛГФСГ, яичками у мужчин, ну и яичниками у женщин. В щитовидной железе это всем известный ТТГ. Ну, не буду перечислять, конечно, там гормонов гораздо больше. Допустим, вот они. В свою очередь, вышеперечисленные гормоны, они подчиняются гипофизу и, в общем-то, ведут себя так же, как и многие подчиненные после команды сверху начальства. Они идут к еще более мелко подставленным подчиненным и передают, так скажем, эту команду, цели, задачи, песочат их по полной. Ну, например, если гипофиз понимает, что мало сейчас конверций Т4 в Т3, а Т3 это такой активный тиреоидный метаболит, но не будем об этом подробно. В общем, суть в том, что если гипофиз уловил, что есть проблемки с количеством Т3, Т4, он такой, опа, ребята, давайте работайте сильнее. Я скидываю на вас ТТГ, да, ТТГ становится больше, значит, гипофиз через ТТГ, значит, заставляет этих уже более, да, низкоранговых каких-то там рабочих совершать прорабов. Можно их так назвать, я люблю такую аллегорию, как прорабы. В общем, гормоны это как прорабы. Вот. И уже непосредственно, то есть, вот этот вот ТТГ, он отдает команду Т3, Т4, это гормоны щитовидной железы, и они там в ней начинают работать, соответственно, тем самым, ну, так скажем, вы уже можете чувствовать, ощущать изменения. Изменения в бодрости, в активности, потому что высокий ТТГ – это бодрость и активность. А капец, какой высокий ТТГ при, соответственно, повышенном, да, тереотоксикозах и так далее, это еще и усиленное сердцебиение, в общем-то, чувство тревоги, ну, и всего такого замечательного, что многие люди лечат у психологов, психиатров, а по идее уже должны лечить и у эндокринологов, но об этом в следующих выпусках. Главное тут понять, что если териодные гормоны не в норме, вы будете либо волноваться, либо депрессировать, засыпать, у вас не будет сил в случае, если их мало, да, все эти сонливости, да, при гипотериозе. Но никак не будете себя чувствовать, в общем, в бодром, хорошем, позитивном самочувствии. В заключении этого короткого выпуска хотелось бы подчеркнуть, что работа с психикой человека – это работа не только с гормонами, или это работа не только конкретно вот с психикой в устной форме. Я хочу просто до вас донести, что это комплексная работа, в которую входит обязательно работа с гормонами, с микробиотой кишечника, о которой мы еще будем с вами разговаривать. Безусловно, работа по психотерапии туда входит. И много еще, что еще. Но в целом, конечно же, первично мы сегодня узнали, как образуются, по сути, ваши мысли и эмоции. Так что, дорогие друзья, если вы хотите узнать больше, вы можете поставить лайк этому видео. Обязательно напишите мне комментарий. Это, естественно, увеличивает статистику положительно моего канала. И, конечно же, вы можете помочь моему каналу, просто записавшись ко мне на консультацию онлайн. Соответственно, вы помогаете мне развивать мое любимое дело, а я, может быть, чем-то помогу и буду полезен вам. Спасибо за просмотры. Желаю вам здоровья и никогда не унывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok